Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-либо причине не подписаны, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на разные машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технически, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно подписан на наш канал, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске и, соответственно, машины, актуальных, стоящих ныне на конвейере поколений, попадают в наши обзоры не так уж и часто. Однако в последнее время к нам все чаще попадают свежие и актуальные модели. Один из таких автомобилей мы и предлагаем вам сегодня для ознакомления. Машина эта относится к популярному нынче классу компакт-кроссоверов – удобный городской высокий автомобиль. Одним из ключевых преимуществ этой модели, которая до сих пор доступна для покупки в виде нового автомобиля у официального дилера, является цена, симпатичный дизайн, а также хорошая комплектация. И если эта машина является для вас одним из вариантов выбора в своей ценовой категории, то, посмотрев наш обзор, вы, возможно, сможете легче принять решение. Встречайте, Geely Coolray SX11. Geely Coolray SX11 в своем первом и, на данный момент, актуальном поколении появился в 2018 году. Но на российском рынке товарные автомобили появились попозже, в 2020. Сборка этой модели для российского рынка была налажена в Белоруссии. Для своего домашнего китайского рынка эта машина уже успела пройти через рестайлинг к настоящему времени, однако на российский рынок подобные модели пока не поставляются. Право выбора при покупке этого автомобиля у российских клиентов касалось только варианта комплектации и цвета автомобиля. Здесь один-единственный силовой агрегат, одна-единственная коробка передач и только передний привод. Двигатель объемом 1,5 литра с турбонаддувом, 150 лошадиных сил, а коробка передач, 7-ступенчатый робот типа DSG. Наш сегодняшний экземпляр на подъемнике как раз таки автомобиль из первых партий 2020 год выпуска и 29 тысяч километров на одометре. Дизайн этого автомобиля разрабатывали шведы. И по сравнению с предыдущими поколениями китайских автомобилей, дизайн этой машины получился действительно симпатичным и достаточно агрессивным. При этом автомобиль получился достаточно компактным по меркам кроссоверов. Длина кузова 4 метра 33 сантиметра, ширина 1,80 метра, высота 1,60 метра. Снаряженная масса Geely Coolray SX11 это 1415 килограмм, а максимально разрешенная полная масса порядка 1700 килограмм. Колесная база при этом 2 метра 60 сантиметров, что должно по идее обеспечивать достаточное количество пространства для ног для задних пассажиров, что мы попозже и проверим. Что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия, с завода Geely Coolray окрашен стандартно от 90 до 130 микрон. Кузовные панели стальные, все, никаких алюминиевых деталей здесь нет, все же сказывается бюджетный класс автомобиля. Что касается качества лакокрасочного покрытия, то в целом Geely Coolray окрашен достаточно неплохо. Единственным исключением из правил можно назвать как раз таки автомобили первых серий, которые приходили на сборочное предприятие окрашенными на родине в Китае. Впоследствии этот процесс был локализован и на более поздних машинах уже не встречаются некоторые проблемы, характерные для первых серий. Одна из таких проблем в частности это начинающие ржаветь сколы на капоте автомобиля. Однако в общем и в целом следует отметить, что Geely Coolray на самом деле довольно таки неплохо сопротивляется ржавчине. Во всяком случае гораздо лучше, чем это было на автомобилях китайских производителей, скажем в средине десятых годов. Каких-то сверх тяжелых характерных проблем по кузову для Geely Coolray пожалуй назвать будет невозможно. Да, некоторые владельцы сталкивались например с отказом электрозамка пятой двери или неотрегулированным светом фар на новых автомобилях, но такого рода вещи дилеры как правило устраняли, причем в рамках гарантии. Так что в настоящее время выбирая поддержанный Coolray, самому старому из которых будет на данный момент всего три года, просто удостоверьтесь, что вы не покупаете автомобиль после серьезного ДТП. Обзор внутреннего содержимого автомобиля по традиции начнем с багажника, поскольку этот автомобиль все же может претендовать на роль единственного авто в семье. Соответственно интересно оценить его с точки зрения практичности. Крышка багажника на самом деле довольно тяжелая и не имеет электропривода. Сам багажник в данном случае не очень большой, каталожный объем 330 литров. Ширина проема багажного отделения это 110 сантиметров по его средней части, а высота до полки порядка 46 сантиметров. Погрузочная длина багажника при поднятых спинках задних сидений порядка 82 сантиметров. Нижняя его часть отделана при этом материалом отчасти напоминающим войлок, но при этом довольно-таки жестким. Чисто теоретически данный материал будет иметь преимущество перед обычной пластмассой хотя бы в плане отсутствия на нем царапин впоследствии эксплуатации. Под фальшполом в нашем случае находится пенопластовая формованная емкость, где располагается домкрат, штатный инструмент и куда можно положить еще что-нибудь из мелочей. Есть у нас докатка, здесь нет никакого полноразмерного запасного колеса, это именно банан. Ну а по бокам багажного отделения есть небольшие сетчатые карманы, куда также можно что-то положить либо поставить. Из дополнительных удобств это 12-вольтовая розетка с левой стороны и плафон освещения. Если же вам надо увести какой-то габаритный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Правда делать это вам придется в любом случае из салона. При этом ровного пола вы в любом случае здесь не получите. Сидения складываются, образуя своеобразную ступеньку или лучше сказать трамплин. Но при этом расстояние до спинки передних сидений будет порядка 1,65 м. Ну а если вам надо увести что-то очень длинное и очень габаритное, то до селектора коробки передач у вас будет порядка 2 метров 30 сантиметров. Общий вывод такой. Багажник здесь есть, он достаточно небольшой и вместимости Outlander от этого автомобиля ждать конечно не стоит. Ну а теперь давайте поговорим про салон Jilly Cool Ray. Попадая сюда в первый раз отмечаешь значительное отличие в лучшую сторону этого автомобиля от китайских машин прошлого. Таких как к примеру LeFan X60 из первых дорестайлинговых серий или Cherry Tiggo тех же ранних годов выпуска. Что касается места в автомобиле. Ну первое что стоит отметить, сидеть достаточно удобно. С моим ростом 1,86 м мне удалось подобрать удобную посадку за рулем и сделать это достаточно быстро. Рулевая колонка в данном случае имеет механическую регулировку как по наклону, так и по вылету. Причем в достаточно серьезном диапазоне. Диапазон регулировки водительского кресла здесь также достаточно большой в плане регулировки по высоте. И если я сажусь максимально опустив водительское сидение вниз, то я вполне могу вытянуть в колени левую ногу. И при этом практически даже не достать до пола салона. Но вот один момент связанный с ногами, который конечно можно отнести к делу привычки. На мой вкус площадка для отдыха левой ноги здесь расположена чересчур близко к сидению. То есть педальный узел получается немножко за пределами. И чтобы поставить левую ногу на эту площадку, мне приходится уже отрывать бедро от подушки сидения. Это не слишком удобно в дальней поездке. Что касается опор для локтей, здесь с этим все в порядке. С левой стороны на дверной карте у нас длинный подлокотник. И с правой стороны также подлокотник, отделанный кожей, под которым скрывается довольно-таки небольшого объема бокс для мелочей. Рулевое колесо в данном случае очень небольшое и довольно-таки хваткое. Отделано кожей или чем-то подобным искусственным материалом скорее всего. Но в руках сидит достаточно неплохо. Что касается клавиш управления, то в данном случае обращает на себя внимание некая миниатюрность всего, что относится к клавишам и функциям. Кроме, пожалуй, селектора коробки передач. Клавиши управления круиз-контролем и телефоном в левой стороне рулевого колеса. Клавиши управления мультимедийной системой и бортовым компьютером справа. Клавиши управления на панели климат-контроля. И даже кнопки стеклоподъемников здесь визуально гораздо меньше, чем это привычно нам по японским и корейским автомобилям. То же самое, кстати, касается и шрифтов на большом дисплее мультимедийной системы. Здесь все также достаточно миниатюрно. И если вы проваливаетесь в подменю, то ситуация немножко выправляется. Кстати, по количеству опций Geely Cool Race способен удивить. Этот относительно бюджетный автомобиль имеет достаточно большое количество нашпигованных сюда примочек. Здесь есть подогрев рулевого колеса, подогревы всех сидений, включая задний диван, подогрев зоны покоя стеклоочистителей и даже подогрев форсунок стеклоомывателя, для активации которого нужно задействовать отдельную функцию в бортовом меню. С учетом большого количества функций с тачскрином в этом автомобиле придется какое-то время поразбираться. Так же, как на большинстве современных автомобилей, приборная панель здесь цифровая, никаких аналоговых приборов нет, причем вы можете отконфигурировать ее по-своему в зависимости от выбранного режима движения. Обычного, стандартного, экономичного, либо режима спортивного. При этом сгруппированы клавиши, здесь на самом деле достаточно удобно. Четыре стеклоподъемника, зеркала с функцией складывания и регулировкой слева от руля у нас система стабилизации, включение и выключение, регулировка яркости подсветки приборов и корректор фар. Панель климата реализована через две крутилки, одна из которых отвечает за скорость вращения вентилятора, а вторая за температуру, причем климат-контроль в данном случае у нас однозонный, то есть выбирать отдельно левую и правую зону вы не можете, но при этом почему-то у водителя и пассажира на бортовом компьютере отображаются две отдельные шкалы. Довольно-таки интересное решение, надо сказать. Ну а за селектором роботизированной коробки передач у нас клавиши, собственно, переключения режимов движения, который также приводит к реконфигурации дизайна передней панели, система контроля спуска с горы. Здесь есть отдельная клавиша активации камер кругового обзора, причем качество этих самых камер достаточно хорошее, получше, чем на некоторых японских и корейских автомобилях, правда, более старших по возрасту. В этом же ряду клавиши управления системой автопарковки и включения и выключения парктроников, ну и клавиши активации электрического стояночного тормоза. Что касается разного рода мест для хранения, то здесь все на самом деле довольно скромно. У нас есть два подстаканника в центральном тоннеле, который довольно высокий. Как уже упоминалось, есть маленький бокс посредине. Очень небольшой по объему перчаточный ящик, рассчитанный именно что на перчатки, либо на какие-то документы, причем лист формата А4 вам придется, опять же, складывать вдвое, чтобы он туда поместился. И внизу дверных карт у нас имеются небольшие карманы, куда можно насыпать разного рода мелочевку, ну и передняя часть кармана, возможно, предусматривает установку туда бутылочки объемом 0,5 литра. Также на центральной консоли есть отдельная площадка с прорезиненным ковриком, куда можно положить, например, мобильный телефон под клавишами климат-контроля. И своего рода здесь также имеется некое напоминающее резину покрытие, не скользящее, куда тоже можно что-то положить. Здесь же внизу на втором этаже есть гнездо для подключения USB-разъема и 12-вольтовая розетка. Единственный момент, что вряд ли пользоваться тем, что находится на втором этаже центральной консоли, будет слишком удобно. Но подобное дизайнерское решение все-таки дань сотрудничеству с Volvo. Нечто подобное, оспарящей консоли, мы наблюдали в Volvo S40. Правда, там это все имело вертикальную ориентацию и выглядело немножко по-другому. Что касается обзорности Coolray, на самом деле при моей текущей регулировке сидения вопросов по обзорности здесь нет. Машина укомплектована камерами кругового обзора, что помогает при парковке задним ходом. Но что касается обзора вперед, здесь без вопросов. Ощущения нахождения в бункере также нет. Боковые зеркала достаточно большие, информативные, пользоваться ими удобно. Ну а широкие передние стойки дань пассивной безопасности автомобиля. Но при этом не сказать, что они сильно ограничивают обзор. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Попадая на задний ряд сидений Geely Coolray SX11, отмечаешь одну очень интересную особенность. До этого мне встречались автомобили, где заднее сидение располагалось выше передних. Но практически не попадалось вариантов, где задний ряд находился бы ниже передних сидений. А здесь впечатление именно такое. Хотя в плане пространства для коленей, например, вопросов нет. При росте 1,86 м я сижу сам за собой и мои колени до переднего сидения не достают. Но есть один момент, который в данном случае достаточно непривычен и кому-то может быть неудобен. Если вы попытаетесь продвинуть ступни под переднее сидение, вы упрётесь в элемент каркаса. Единственный вариант поставить ноги, это выставить подошву как бы на ступеньку. Зато в плане пространства над головой здесь полный порядок, поскольку на потолочной панели есть характерная выштамповка. Сидение здесь не регулируется по углу наклона. У задних пассажиров присутствует центральный подлокотник, где есть два подстаканника. Достаточно удобный подлокотник сам по себе, кстати, хорошей ширины. Что касается формы заднего сидения, спинка здесь отформована под двух человек. То есть здесь есть боковая поддержка для спины. Но при этом нижняя часть сидения, подушка, она абсолютно плоская. Так что в принципе третьего пассажира сюда разместить можно. Кстати говоря, у задних пассажиров никакого тоннеля посредине нет. Пол здесь практически плоский. А в плане удобств для задних сидоков, помимо подлокотника, предлагается также собственный USB разъем для зарядки чего-либо, те самые клавиши подогрева сидений и небольшие ниши внизу дверных карт. Ну а теперь про силовой агрегат, который был единственно доступный для российских джили CoolRail. Родной китайский индекс для данной силовой установки это JLH3G15TD. Мотор, по сути дела, представляет собой клон вольвовского агрегата B3154T. По конфигурации это рядная трехцилиндровая силовая установка. Блок цилиндров и головка здесь алюминиевые. Причем выпускной коллектор интегрирован в головку блока, подобно тому, как это реализовано на моторах Volkswagen Polo после рестайлинга. Двигатель оснащен непосредственным впрыском топлива. Здесь есть и форсунки высокого давления и ТНВД. Естественно, установлен турбонаддув с одной небольшой турбиной и присутствуют гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Соответственно, регулировкой тепловых зазоров заниматься на этих двигателях вам не придется. Привод ГРМ здесь ременной и заводской регламент замены ремня порядка 120 тысяч километров пробега. Но до подобных цифр мы бы не рекомендовали доводить. И все же менять ремень превентивно. Поскольку при обрыве ремня ГРМ на данном двигателе клапан огнет. Также здесь два распредвала и фазовращатели на впуске и на выпуске. Несмотря на современный достаточно сложный конструктив, эта силовая установка пока, по крайней мере, демонстрирует достаточную надежность. И жалоб на двигатель у владельца Jilly Coolray, как правило, нет. И даже опасения, связанные с малым количеством цилиндров под капотом и соответствующими вибрациями, которые, по идее, вы должны ощущать, как только запускаете двигатель, здесь не подтверждаются. По крайней мере, чисто субъективно, трехцилиндровый двигатель под капотом Jilly Coolray вибрирует не сильнее, чем некоторые четырехцилиндровые аналоги. Понятно, что в сравнении с V-образными шестерками и восьмерками данная силовая установка не выдержит. Да, оно и не нужно. В российской дилерской прошивке этот агрегат выдает 150 лошадиных сил и 255 ньютонометров крутящего момента. Но при этом он программно тюнингуется, то есть мощность можно поднять, если это потребуется. Этот двигатель наделяет данный кроссовер достаточно неплохой динамикой. С нуля до ста эта машина разгоняется за 8,6 секунды. И при этом имеет показатели расхода топлива в городском цикле порядка 8,5 литров на 100 километров пробег. По трассе расход гораздо меньше, около 5-5,5 литров на сотню. Поскольку двигатель имеет систему турбонаддува, не забывайте о том, что регламент замены масла в данном случае должен быть сокращен. Кстати, несмотря на маленький объем, всего 1,5 литра и трехцилиндровую компоновку, этот двигатель вмещает в себя аж 5,6 литра масла. Больше, чем многие современные четырехцилиндровые его собратья. Да и по части бензина, несмотря на 92-й официально прописанный бензин, турбомотор мы бы все же рекомендовали кормить более высокооктановым топливом. Если за этой силовой установкой ухаживать, с большой долей вероятности, этот двигатель преодолеет в ваших руках пробег 250 тысяч километров. Что касается коробки передач, в паре с этим двигателем работает робот. Робот типа DSG, то есть преселективная КПП на 7 передач. Здесь двойные сцепления. Сцепления работают в масляной ванне. А как показывает практика, ресурс сцеплений в масляной ванне достаточно большой. И на тех же самых моделях концерна VAG мокрое сцепление способно выходить иной раз и под 200 тысяч километров пробега. Также стоит отметить и достаточно адекватную настройку роботизированной коробки на этом автомобиле. Во всяком случае, какого-либо контраста с обычным автоматом при управлении Geely Coolray особо не чувствуется. Здесь все в порядке как с настройкой самого переключения, так и собственно с ползущим режимом. Есть он здесь в наличии. Машина ведет себя так же, как вела бы на обычной автоматической коробке передач. Перед тем, как взглянуть на Geely Coolray снизу, давайте разберемся с дорожным просветом. По каталогу клиренс этой машины 190 миллиметров. Проверим, так ли это на самом деле. Низшая точка этой машины находится под защитой моторного отсека и до нее от земли всего 17 сантиметров. При этом край бампера находится выше. До края переднего бампера порядка 22 сантиметров до глуби. Так что к поребрику вы можете парковаться совершенно свободно. Ну а до брызговичков, конечно, поменьше 16 сантиметров. Что касается расстояния от земли до порога, до поддомкратника здесь 22 сантиметра. В задней части порога расстояние еще больше. Порядка 25 сантиметров до поддомкратника. Ну и под задним бампером это целых 27 сантиметров. Правда, банка глушителя свисает еще сантиметров на 5 ниже. В любом случае, с учетом коротких свесов этого автомобиля и нормального дорожного просвета, геометрическая проходимость Geely Coolray все же на уровне. Что касается подвески Geely Coolray, то на этом автомобиле подвеска на самом деле достаточно простая по своему конструктиву. Спереди у нас используется подвеска типа Макферсон. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь смонтирован на подрамнике. Толщина прута достаточно серьезная. И плюс к тому есть доступ к его креплению. То есть поменять втулки стабилизатора можно, не демонтируя отсюда подрамник. Это однозначный плюс. Плюс шаровые опоры, как и на большинстве современных автомобилей в данном случае, по задумке производителя, менять придется вместе с самими рычагами. В данном случае они не имеют здесь никакого болтового соединения. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, кстати говоря, здесь очень длинные. И вдобавок комбинированные металлопластиковые. Рулевая рейка электрическая в нашем случае. Здесь EUR. Руль очень легкий. И плюс ко всему, электроусилитель на Jilly Coolray может менять степень своего участия в работе. В зависимости от выбранного режима движения и скорости движения автомобиля. Также при осмотре автомобиля снизу вы можете спокойно рассмотреть турбину. Сразу за горячей частью которой у нас установлен каталитический нейтрализатор. Первый с двумя кислородными датчиками. Затем через гофру банка второго катализатора. И через резонатор дальше все идет в глушитель. Заднюю часть автомобиля. На машине с пробегом почти 30 тысяч километров. В данном случае все абсолютно в норме. Никаких подтеков, запотеваний и так далее. Ничего этого здесь не наблюдается. Как нет здесь и никаких нареканий по состоянию ходовой части. Что касается задней подвески Coolray, то в данном случае у нас используется самая обычная балка. Соответственно здесь два больших сайлентблока и втулки амортизаторов больше. В задней подвеске по большому счету никаких резинок-то и нет. Задние тормоза на автомобиле кстати тоже дисковые. Стояночный тормоз активируется при помощи электропривода и воздействует он на основные суппорта. Также в задней части мы видим 45-литровый топливный бак. Выполнен он из пластика. Пластиковые также и горловины. Фильтр топливный кстати говоря у нас так же как и на LeFan X50 находится снаружи. Никакого затрудненного доступа к нему нет. Меняется это все при необходимости очень легко. Ну и кстати говоря осматривая Geely Coolray снизу стоит отметить следующее. В данном случае бросается в глаза достаточно большое количество серьезного шовного герметика. которое нанесли на кузов снизу при его сборке на заводе. На трехлетнем автомобиле состояние кузова снизу в плане ржавчины не отличается от таковой у новой машины. Посмотрим что будет с этими кузовами лет эдак через пять. Таким мы увидели сегодня автомобиль Geely Coolray 2020 года выпуска с мотором полтора литра и роботизированной коробкой передач. Надеемся наш сегодняшний короткий обзор создал у вас впечатление о том, что представляет собой подобная машина. Если у вас есть или был Coolray, на котором вы проехали достаточное количество километров, вам есть чем нас дополнить и чем нас поправить. Обязательно указывайте все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной машины, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас вдруг заинтересовала конкретная машина, которая была сегодня на нашем подъемнике, то всю интересующую у вас информацию по авто, включая количество владельцев, цену и так далее, вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными под этим видео. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.